Приветствую вас, я не уверен, что вопрос, который вы задаёте, является психологическим, потому что никакой психологической проблематики вы не описали, ну, по крайней мере, исходя из того, что я прочитал. Есть мужчина, который почему-то позволяет своим родителям делать себе уколы в, как бы, ну, интимные места. Да? Вот это само по себе является, да, довольно серьезным моментом и важным моментом, я бы сказал. Потому что это говорит о том, что мужчина, вероятнее всего, зависим через чур от родителей. А значит, находится под их влиянием, под их контролем. Вот. И, соответственно, они, родители, то бишь, вполне могут на него влиять. Именно вот таким образом, да, что внушают ему какие-то вещи под предлогом. Забудьте о нём, а на самом деле желаю, чтобы он от них зависел, побольше, побольше зависел. Конечно, в этом нет уверенности в полной. И, конечно, здесь нужно разбираться ещё. Так ли это на самом деле или нет. Потому что, ну, как я уже сказал, да, вариантов может быть довольно много. И нельзя однозначно утверждать то, что произошло. Нельзя однозначно утверждать, что это всё следствие влияния родителей. Но то, что это ненормально для мужчины, да, пользоваться вот такими услугами родительскими, вот, это очевидно. Это факт. И я надеюсь, что вот этот момент вы для себя в любом случае постараетесь как следует обдуматься. Что касается всего остального из того, что вы описываете, что касается всего остального, то мужчина начал бояться интимной близости к вам. Может быть, он боится какого-нибудь заражения. Может быть, боится беременности. Но, на мой взгляд, здесь скорее именно страх заражения, а не страх, значит, беременности, потому что он вам, как бы он вас не ласкает, да, это означает, что он боится именно заражения. Вот. Почему он его боится? Это так сложно. А у этого могут быть причины, конечно, вот. Вот. Но в рамках вот ответа на ваш вопрос, в рамках именно ответа нельзя, знаете, как бы дать стопроцентный ответ, потому что многие вещи не ясны и непонятны. А именно вот, ну, по отношению к мужчине именно. Понимаете? То есть дело здесь не в вас, а именно в нем, в мужчине дело. То есть, чем обусловлена его такая позиция. Может быть, он узнал что-то о вас или что-то о, может быть, сексе в целом. Хотя, лично мне кажется, опять же, что тут довольно, ну, довольно маленькая-маленькая вероятность этого. Потому что, ну, что мужчина мог узнать, вряд ли он мог что-то узнать. Скорее всего, его просто восприятие секса что-либо поменялось. То, что нужно сделать вам, это откровенно с ним поговорить и сказать ему прямо вот в лоб, да, что, как бы, я вижу, что что-то поменялось, я вижу, что что-то стало по-другому. Ну, я вижу, что ты меня, там, вот, не целуешь, так, как раньше, не ласкаешь, так, как раньше, и так далее. Я хочу знать, что происходит. А, и средства защиты тоже нашего используют. Мне, как бы, нужно знать, это проявление чего. Это проявление недоверия ко мне или это что-то другое. Потому что, ну, в общем-то, это очень важно. Тут еще вопрос о том стоит, насколько вам приятно или неприятно то, что, ну, как бы, происходит, да. То есть, если, например, вам неприятно использовать средства защиты, допустим, ну, просто вот неприятно вам использовать средства защиты, то это ведь тоже такой довольно важный момент. Это означает, что вы удовольствие не получаете от секса, например. А это, в свою очередь, означает, что мужчина как будто бы не заинтересован в том, чтобы вам было хорошо. Не говорят вопросы, а зачем тогда вы в отношениях. Поэтому, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, то, что вы можете сделать, то, что вам можно сделать, это поговорить с ним откровенно и стараться на чистоту, как бы, выяснить, что вы можете сделать. В чем дело? Вот. Однозначно у мужчины появилась какая-то вот идея о том, что незащищенный секс может привести их к каким-то негативным последствиям для него. И однозначно можно сказать, что мужчина подвержен влиянию своих родителей. И, опять же, вы, скорее всего, это знали, что он подвержен влиянию своих родителей. Опять же, вы, скорее всего, были в курсе, и вас это устраивало. Ну, либо устраивало, либо вы смирились с этим, либо вы это принимали. Ну, вот. И так получилось, что вот сейчас, на данный момент, это сыграло с вами злую шутку. В том плане, именно, именно в том плане, именно в том плане, что мужчина оказался под влиянием своих родителей и их идей. И, скорее всего, это проявлялось и раньше, еще, в чем-то. Но, может быть, вы не придавали этому значения такого большого. А, может быть, вы знали, что это обойдется. Может быть, что-то еще. Вот. И то, что вы, как бы, миритесь с тем, что происходит. То, что вы, как бы, вот, своим поведением, как бы, говорите мужчине, ну, ладно, ну, что делать. Как бы, ну, хорошо, ну, вот ты так решил, ну, ладно, что я могу сделать. На мой взгляд, это очень такая пассивная позиция, которая обесценивает вас. Вот. Я полагаю, что вы вполне достойны. Вы вполне достойны того, чтобы получать от отношений все, что хотите, все, что нужно. Вот. Но для этого нужно вести себя соответствующе, чтобы мужчина видел, чтобы мужчина знал и чувствовал, что вы не согласитесь на меньшее. Вот. Понимаете? И тут, конечно, вот вся тонкость именно в этом. Готовы ли вы или не готовы вы, значит, отстаивать то, что положено вам. Вот. Ибо у мужчины у него могут быть свои проблемы, у мужчины могут быть свои какие-то там принципы, свои какие-то страхи и переживания. Но ваша жизнь – это ваша жизнь. Не нужно тратить ее на вот других людей, если они не хотят идти вам навстречу. И, исходя из этого, у меня появляется вопрос к вам. Значит, почему вы это терпите? Почему вы это терпите? Ну, если вам не нравится, скажите ему, что, дорогой, как бы я понимаю, что то, что ты делаешь, кажется тебе правильным. Правильно. Вот. Я с тобой не спорю в этом, ну вот, в этой части. Но мне тоже не нравится. И поскольку живешь ты не один и, как бы, в единственных отношениях мы с тобой вдвоем, то я, по крайней мере, хочу знать, почему и для чего и ради чего. Я вот это терплю. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря. То есть, то, что средства защиты используются, да, но это ладно, это ладно. Но то, что отсутствует, как бы, ласка с его стороны к вам, это неприемлемо, я полагаю. И опять же, вопрос, да, от чего все изменилось. Мужчина не объяснил. И если от этого меняется ваше положение, если от этого меняется ваше удовольствие, то ему необходимо, если он вас любит, объяснить. То есть, если я что-то делал, если я перестаю что-то делать, и это прямо влияет на вас, то я при условии наличия чувств объясню вам, почему я это сделал. Ваш мужчина этого не сделал. И либо он застыдится, либо он не очень вами дорожит, либо он, ну, значит, считает, что вы это примите так, как есть. И пока, к сожалению, он, да, вы принимаете. Вот и стоит подумать, что движет вами. И какими будут ваши дальнейшие действия. Чего вы хотите, из чего вы будете исходить в своей позиции. Какая вообще у вас позиция по этому вопросу? Вы-то сами что считаете? Вот уже, изгодя из этого, нужно будет мужчину поставить в известность о своей позиции и далее не уступать. Потому что, если вы будете уступать, и делать вы это будете себе во вред, да, ну, то есть, уступать будете себе во вред, то хорошего из этого ничего не получится для вас, по крайней мере. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!